Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня за месяц до Олимпиады в Сочи обнародован указ президента Владимира Путина о чрезвычайных мерах, приуроченных к открытию этих спортивных игр. Президент там же встретил и наступление православного Рождества. И сегодня главная тема нашей передачи «Сочи. Чрезвычайные меры за месяц до Олимпиады». Об этом мы будем беседовать со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Добрый вечер, Олег. Публицистом Иосифом Гальпериным, автор серии очерков из Олимпийского Сочи. Иосиф. И на прямой телефонной связи у нас будет политика Иван Стариков и журналист, много лет проработавший с Абкором Радио Свобода в Сочи Андрей Королев. Вопрос с Олегом Винокуровым. Вы ожидали именно столь строгих мер в канун Олимпийских игр? Ну, признаться, чего-то похожего я ожидал, потому что все больше мы думаем о том, что в целом как-то наша жизнь в этой стране возвращается к прошлому. А как раз я вспоминал Олимпиаду 80-го года, предыдущую Олимпиаду на территории нашей страны. Ну, тогда, в общем, сейчас все больше и больше похоже на то, как было тогда. Мне тогда было 14 лет, и, естественно, я, как и все дети и подростки, был вывезен на время Олимпиады из Москвы. Сидел на даче, смотрел по телевидению, все. Ну, и, в общем, кто помнит, как выглядела тогда Москва, тому, я думаю, легко сейчас представить, как будет выглядеть Соча. Точно такая же закрытая территория. И пустой город. Да, абсолютно пустой город, никого лишнего. Так что, ну, в общем, все это нормально, лишняя такая черта, которая показывает, что действительно неумолимо движемся в прошлое по всем направлениям, по-моему. Вопрос у вас, бывают предсказания, которые вы сделали за два месяца, вот в нашей программе за сто дней до Олимпиады, о тех мерах, которые будут даже против местных жителей? Ну, дело в том, что уже тогда указ, так сказать, был опубликован, но он не вступал в действие еще. Он только вот с его 10 числа вступает в действие. Но там не было ни в указе, ни в каких-то подзаконных актах, просто это были слухи, что ограничат передвижение местных жителей даже. И сейчас вот выяснилось, что будут созданы так называемые перехватывающие парковки за 100 километров от Сочи, где будут останавливаться машины. А местные жители, как я и предсказывал, основываясь на слухах, да, они будут ограничены в передвижениях на своих личных машинах. И им будет запрещено по олимпийским трассам проезжать, во-первых, а во-вторых, вообще их просят на это время ограничить передвижение. Ну, то есть, на самом деле, возникает вопрос, для кого Олимпиада? Где она проходит? Это как в футболе, вот, выставочный матч, кубок Испании в Китае примерно. Ну, примерно то же самое, да. Ну, там, все-таки, из-за которого, я думаю, что китайцев не ограничивали передвижение. Ну, да, действительно, это, в общем, ну, в принципе, местное население всегда жалуется на неудобства из-за больших спортивных состязаний. Там в Лондоне, допустим, во время Олимпиады тоже, разумеется, весь центр был перекрыт, все ворчали, но, ну, там как-то воспринимали это как обычные трудности, видимо, такие, ну, временные, связанные с... Ну, тут с этим праздником... ...всем сидеть дома и не высовываться в окошко вообще. Да, таких распоряжений в Лондоне точно не было. Давайте дадим слово Андрею Королеву нашему в Сапкору в Сочи. Андрей, добрый вечер. Есть ли основания у властей беспокоиться за безопасность туристов и спортсменов? Вам слово. Ну, знаете, таких серьезных оснований беспокоиться за безопасность туристов в сети Олимпиады, уж тем более спортсменов нет. В Сочи сейчас находится около 40 тысяч сотрудников полиции, спецслужб, военных, город. Напоминает такое, знаете, то есть, все, что сейчас происходит в Сочи, напоминает такую подготовку к серьезной армейской спецоперации. Поэтому я не думаю, что спортсменам, гостям Олимпиады, чиновникам, которые приедут в огромном количестве, стоит беспокоиться о собственной безопасности. Там им безопасность обеспечат. Но все, что сейчас происходит, конечно, не имеет ни малейшего отношения к борьбе с терроризмом. Но об этом, я полагаю, мы поговорим чуть позже. Ивану Старикову вопрос. Добрый вечер, Иван Валентинович. Вы нас слышите? Добрый вечер. Да, как по-вашему, не слишком ли крутые меры предложил президент Путин? Вы знаете, я думаю, что с одной стороны это, наверное, обоснованное решение президента, тех людей, которые отвечают за безопасность на Олимпийских играх. Поскольку мы с вами помним трагедию 72-го года, черный сентябрь, Мюнхен, когда погибла большая часть израильской делегации на тех играх. И, наверное, такое внимание в свете того, что произошло в конце прошлого года в Волгограде, мне кажется, вполне оправданно. Вопрос в другом, что вот эта удивительная трансформация общественного сознания, которая произошла в России. Мы помним июль 2007 года, триумф российской делегации в Гватемале, когда мы впервые за всю историю нашей страны получили право проведения 22-х зимних Олимпийских игр у нас в России. Но как-то так случилось, что вот спустя около семи лет, сегодня людей, которые бы воспринимали зимнюю Олимпиаду, которая через месяц должна открыться в Сочи, как, в общем, такой всенародный праздник, таких людей практически не осталось. И сегодня, скорее, непризненно, я бы даже сказал, резко отрицательное отношение к этому спортивному празднику. В значительной степени, как мне кажется, это объясняется как раз тем, что в ходе подготовки к Олимпиаде, помимо масштабного беспрецедентного воровства, в российской политике произошло ряд вещей, которые, безусловно, спроецировали негативное отношение в России и в мире к этому спортивному празднику. Вы разделяете это мнение Олегу Винокуру вопрос? Ну, в общем-то, да, я разделяю, потому что, действительно, все эти годы, действительно, как только что было сказано, был праздник всенародный, когда приняли решение доверить Олимпиаду в Сочи. Но и потом, в течение всех этих семи лет, мы же слышим только про деньги там, про какие-то миллионы, миллиарды, там все растет, бюджет растет, там и все не так складывается, и все какие-то проблемы, экология, там и то, и все. Ну, действительно, разговоры исключительно носят проблемный характер, зачастую, действительно, даже трагический, драматический. Ну, и я понимаю, почему, в принципе, настроение так падает. Это, в общем, логично. Вопрос, Иосиф Угольпель, ну, как вы считаете, для президента Путина это, скорее, такая политическая цель, вот, проведение этих игр, или чисто спортивная? Понимаете, мы все время, все эти годы знали, что для него спорт вообще часть его имиджа. И спорт – это часть той победной стратегии, которой он, так сказать, держался. И поэтому для него это неразделимо, спорт и политика. Это одно и то же для него. Ну, я хочу сказать, что дело-то даже и не в самом Путине, понимаете. Сейчас ведь у нас по регионам он прошла эстафета Олимпийского огня. То есть, по идее, хотели, вот о чем Олег говорил, как-то привязать население к этой радости, которая всю Россию ждет в Сочи, да? А в результате более ста раз этот факел – газ вообще в руках. Кто-то там сгорел, ну, загорелся, по крайней мере, и так далее. То есть, все недуги нашего общественного и политического устройства путинской эпохи, они вылезли на фоне Олимпиады, начиная от воровства при строительстве, кончая качеством этого строительства и кончая качеством даже олимпийских факелов. Это все символично получилось. И, конечно, теперь поэтому для Путина очень важно успешное проведение Олимпиады. Ну, мне кажется, что вот если вы говорите о роли вот этой Олимпиады, ну, вообще, в принципе, в спорте довольно легко, ну, может быть, легче, чем, не знаю, в экономике, в политике добиться успеха и сделать себе имя, да? Выиграл какое-нибудь крупное соревнование, и тебя все знают. Вам в экономике сколько надо, не знаю, заводов там построить или чего сделать, чтобы о тебе заговорили, как о какой-то там развивающейся державе. В спорте, наверное, это сделать проще в целом. Но вот если, допустим, для Китая, который проводил в 2008 году Олимпиаду, естественно, тоже она была политизирована, но для Китая, скажем, вот он должен был выиграть эту Олимпиаду, и это стало бы последним, так сказать, завершающим штрихом в портрете сверхдержавы. Потому что уже до этого китайцы уже полмира завоевали там своим товарами, там, и, в общем, экономика у них развивалась, и все у них было в целом хорошо. И вот нужно было еще добавить спорта. Но мне кажется, в России сейчас, ну, спорт – это вообще единственная надежда вообще на… Потемкинская деревня такая небольшая. Ну, возможно, ну, потому что уже… Ну, где еще набрать вестов, в какой из отраслей, из областей жизни, я просто не понимаю. Наверное, Путин смотрит на это как на, ну, действительно, ключевой какой-то аспект. Ну, мы же все-таки супердержавы тоже хотим быть. На национальную идею. Андрей Королев, вопрос. А как восприняли местные жители вот эти дискриминационные меры в канун Олимпиады? Вам слово, Андрей. Ну, как можно воспринимать дискриминационные меры? Вот вы совершенно точно определили все, что сейчас происходит. Ну, как еще можно воспринимать дискриминационные меры? Ведь, понимаете, какая штука? Многие наши обозреватели, российские в частности, пишут, делятся своими впечатлениями после пребывания в Сочи. И, в общем, пишут о том, что они почти не замечают ни полиции на улицах в Сочи, ни казаков губернатора Ткачева, ни сотрудников спецслужб и так далее. Я не знаю, куда смотрят наши обозреватели, потому что жители Сочи, и вот я, в частности, мне довелось в Сочи прожить почти год, вот этот предолимпийский. Я постоянно этих людей не просто замечаю, я чувствую с затылком их дыхание. И так каждый сочинец. Но, ведь, понимаете, какая штука? Я уже начал об этом говорить, и хочу подчеркнуть вот что. Ведь все, что сейчас происходит в Сочи, все эти силовые спецоперации и так далее, они ведь направлены не на борьбу с терроризмом. В том-то все и дело, что они направлены на борьбу с местными экологами, и доказательств тому у нас масса, достаточно почитать материалы на нашем сайте, на сайте Радио Свобода. Они направлены на борьбу с так называемыми оппозиционными политиками, хотя сочинских политиков оппозиционными назвать очень трудно. Но, тем не менее, их за таких держат. Они направлены на все, что угодно, но только не на принятие каких-то превентивных мер. Я уже в нашем давнишнем эфире, Владимир, говорил вам о том, что борьба с терроризмом в Сочи должна сводиться не к такой компанейщине, не к авралу. Она должна сводиться к очень тонкой, почти что хирургической работе. Сегодня спецслужбы должны заниматься не отловом экологов, едущих поздравлять с Новым годом в забор губернатора Ткачева, а полиция и спецслужбы должны заниматься исследованием территорий, на которых возводились олимпийские объекты. Исследованием этих бесконечных, огромных свалок строительного мусора, где можно устроить не только схроны оружия, там можно целые армии скрыть в этих карьерах и так далее, и так далее, и так далее. Вот чем сегодня должны заниматься спецслужбы. Сейчас же спецслужбы и полиция занимаются совершенно такой декоративной работой, понимаете, наводя своим присутствием в городе постоянным страх на местных жителей, на приезжающих людей и так далее. Правда, не совсем на журналистов, которые приезжают сюда, так сказать, по делам пулов своих, да, их живут в хороших отелях, их возят в хороших автобусах с затемненными стеклами, из-за которых почти ничего не видно, их возят по определенным местам. Ну, в Сочи действительно много чего сделано, есть что показать. Вот, и, к сожалению, наши коллеги не видят, так сказать, жизни на земле. Она, увы, не слишком радостна. Это я говорю еще и замечательному нашему коллеге Олегу Инокурову. Давайте дадим слово Ивану Старику. Как, по-вашему, становятся ли игры в Сочи частью национальной идеи, как бы превышая свое спортивное значение вам слово, Иван Валентинович? Дорогие друзья, я бы все-таки хотел сказать, что мне кажется, что на самом деле, наверное, даже с теми избыточными, явно неэффективными мерами, связанными с безопасностью и проведением самих игр и его участников, наши граждане сочинцы и другие, которые приедут или наблюдали бы по телевизору, будут наблюдать, они бы, наверное, смирились. При одном условии, здесь я с коллегами согласен, если бы само проведение зимних Олимпийских игр было неким продолжением осмысленного национально-государственного проекта. Проекта национально-государственного, если хотите, будущего. Но ведь этого нет. Главная наша проблема, что мы и саму утратили идею развития страны. И это чувствуется во всем. Поэтому, и вы знаете, вот я сейчас у Ройзмана в блоге прочитал, у Евгения, о том, что он свой маленький социологический опрос там в Екатеринбурге провел, и был поражен, какое количество вполне себе земных и людей, обывателей, а не только там оппозиционных политиков или маргиналов, желают обделаться своей стране в связи с проведением этой Олимпиады. Понимаете, мы перестали, и это самая главная проблема России сегодня, мы перестали генерировать, создавать какие-либо идеалы, если хотите, образцы, ценности, которым могли бы подтянуться и наши граждане, и граждане бывших республик Советского Союза. И та же история с Украиной, которую мы наблюдали в конце этого года и будем наблюдать, вот увидите, в ближайшее время продолжение Евромайдана, это как раз история состоит в том, что люди все-таки идут не за большими деньгами, а за большими идеями. Отсутствие идеи сегодня – это главная проблема, которая отражается на Олимпийских играх в Сочи, в Чемпионате мира по футболу и всем тем гигантским проектам, на которые будут потрачены чудовищные суммы денег, часть этих денег будет, безусловно, уворовано. Так вот, если бы сама по себе зимняя Олимпиада, а наша страна, еще и Советский Союз, и потом и в России, и великие победы легендарные, легендарные советских и российских спортсменов, особенно в зимних видах спорта, наверное, вполне Россия заслужила право проведения зимних Олимпийских игр. Но с того момента 2007 год – это был год самого большого нефтяного изобилия. Если хотите, экономического роста. Если за эти 7 лет мы не предложили никакого нового проекта и никаких осмысленных образцов национально-государственного будущего, то, безусловно, Олимпиада в Сочи не будет воспринята большинством граждан как некая надежда на выход из апатии и безысходности, в которой пребывает сегодня Россия. Олег Винокуров, вопрос чисто спортивный. По каким видам спорта у нас есть хорошие шансы, а то я стал беспокоиться, что у нас даже спортивных успехов не ожидается? Нет, ну надо объективно сказать, что сейчас Олимпийская сборная России, если брать ее в целом, она довольно сильна. Она за последние годы, знаете, легко сравнивать с Вангувером, где заняли 11 место в общекомандном зачете. Да, но вообще, вот объективно, она достаточно сильна. 15 видов спорта в программе и на медали, ну не на золотые, а просто на медали, есть шансы в 13. Ну, никуда не денешься, конечно, горные лыжи, это тут ничего, и там двоеборь, нет. А керлинги там тоже, бронза может быть, да. Всякое может быть. Ну, вот, ну там двоеборье лыжное там и горные лыжи, ну тут ничего не сделано. В остальных, в принципе, медальные шансы есть. И вообще, ну мы обычно, когда мы анализируем положение, мы берем там за основу, предположим, результаты на чемпионатах мира по вот этим олимпийским видам спорта зимним. Но вот за последний цикл, вот в последний год 7 золотых медалей было завоевано вот в разных зимних видов спорта. Ну, это нормально, это, ну, за последние лет 10, наверное, это уж точно лучший показатель. И, в принципе, когда вот, ну, когда говорить реально, реально же люди говорят, там надо побороться за место в тройке. Да, вот это, это может быть реальная задача, ну, должно многое сложиться там успешно. Я думаю, что вот если 10 золотых медалей будет у россиян, то это, в принципе, где-то в районе третьего, пятого мест обеспечит позицию. Ну, и это нормально, со спортивной точки зрения, все нормально. Вот мы сейчас слышали про итоги вот этого небольшого социологического опроса в Екатеринбурге, да? Вот просто, ну, прозвучала фраза, там, люди желают своей стране обделаться, да, провалиться. Ну, вот что это значит, что мы, ну, в смысле, не мы, вот эти люди, которые сейчас, они что, против конкретных российских спортсменов, там, я не знаю, если будет где-то бежать Иван Скобрев, там, с кем-то, или выступать будут фигуристы, а не что будут желать, чтобы фигуристы упали, там, или поскользнулись, или что-то. Ну, ведь, наверное же, не на спортсменов это нацелено, ну, вот это неприятие, да, или вот эта надежда на провал. Ну, это же, наверное, вот в целом, как компания, вот как вот все это вот мероприятие такое же. Да, это может быть. Вот, ну, потому что, ну, мне трудно представить, что люди могут желать неудачи своим спортсменам, вот, ну, конкретным людям, которые, собственно, от них, по сути, и не отличаются. Ну, в общем, трудно понять настроение, конечно, масс. Хотя кто-то говорит, что сейчас где-то провели опрос, что в ЦИОМ, или кто, что там, 73% респондентов уверены в том, что Россия вообще победит на Олимпийских играх. И это значит, что просто опрашивали людей, совершенно не близких к спорту, не интересующихся спортом, а вспоминающих, там, раз в 4 года, когда вот Олимпиады проходят. То есть тоже не пойму, откуда такие могут взяться результаты опросов. Слово Иосифу. Я хочу сказать, что Иван Валентинович затронул большую тему, которая в спорте тоже проявляется. Имею в виду, что сейчас, вот, уже перед самыми играми, вдруг стали всплывать скандалы внутри Олимпийских команд. В биатлоне одного тренера там отлучают, другого привечают, говорят, ах, иностранец, плохо, ах, иностранец может быть хорошо, там, в фигурном катании, Плющенко или Ковтун. И это все разжигается не на уровне спортивных результатов и спортивной идеологии, спортивной борьбы, спортивной честности, а на уровне дворовом. Ты меня уважаешь, вот где-то на таком уровне это все происходит. А за этим стоит, мне кажется, дележка больших денег, которые были отпущены тем же Федерациям, Министерству спорта, вообще организаторы, если будут неудачи, то кто виноват? И с них спросят, а где, а что вы сделали на эти деньги? Вот, я думаю, еще и это важно. Поэтому появляются абсурдные выкрики там, что Ивану Скобреву тому же, которому уже упоминали, там, конькобежцу, за что ему бороться, ему и так есть олимпийская медаль. То есть дайте, мол, дорогу другому, кого-то другого выставляете. Зачем это все? Что за желание обделаться действительно возникает внутри спортивной семьи? Вот что смешно. Деньги, деньги, все. Деньги, деньги, да. Но у нас же вот действительно, там, честные олимпийских чемпионов или олимпийских призеров, ну, превращается, ну, уже, не знаю, какой-то пир во время чего. В раздачу, да. Ну, это же действительно, это для людей, ну, вот так, если поставить себя на место вот этих людей, которые... Которые смотрят. Нет, я имею в виду спортсменов именно, которые много лет, там, не щадя себя, там, кровью потом добиваются каких-то там результатов. И для них это, ну, шанс, ну, все изменить свою жизнь навсегда. Ну, там же какие-то идет сотни тысяч евро призовых, квартиры, машины, черт не знает что еще. Ну, то есть, это действительно, ну, шанс всей жизни для многих. Не таких богатых видов спорта, как футбол, хоккей, этим-то, плюс-минус лишних 50-100 тысяч. Ну, да, лыжники, конькобежцы, вот эти, да. А вот эти, которые не зарабатывают миллионов. Да, для них это важно, да. Да, для них это важно, и для них, действительно, ну, это становится, ну, просто вопросом жизни, ну, не скажу жизни или смерти, но просто жизни на одном уровне и жизни на совершенно другом уровне. Поэтому тут, действительно, им тоже можно посочувствовать, ну, в этой ситуации. Ну, кто из нас, мы же не знаем, как бы мы себя повели в этой ситуации, если тут, типа, будет шанс заработать столько, сколько ты в жизни никогда не заработаешь. И всей семьей, и всеми потомками. Вот именно. Поэтому, вот, тоже страсти накаляются. Да, Андрей Королев, вопрос. А вы восприняли ли в городе, вот, серию отказов политиков крупнейших мировых, как какое-то подобие бойкота? Вам слово, Андрей. Ну, мне трудно, конечно, оценить настроение горожан. Главным образом, если, вот, не говорить, скажем, о благосфере сочинской, то к этому отнеслись, ну, скорее равнодушно. Собственно, ну, не приедет Барак Обама, ну, ну, что. А Олимпийский огонь от этого не погаснет, да? Или кто-то еще там не приедет. Он не приедет, то он, допустим. Ну, Олимпиада же ведь, это немножко другая история, понимаете? Скорее всего, это бьет по Кремлю, по самолюбию президента российского, там, еще каким-то чиновникам. Наверное, это каким-то образом экстраполируется вообще на общую политическую ситуацию, безусловно. Но, вот, чтобы было какое-то неприятие позиции иностранных лидеров, уже заявивших о своем неприезде, или же приветствие этой позиции, я, во всяком случае, не наблюдал. Я, если вы позволите, Владимир, пару слов скажу в догонку к словам Олега Винокурова. Понимаете, какая штука? Все, что сейчас будет происходить на спортивных площадках олимпийских, будет, так или иначе, экстраполироваться вот на всю предолимпийскую ситуацию. И люди, которые сейчас живут в Сочи, и для которых эта Олимпиада совсем никакой не праздник, не только потому, что в течение семи лет они жили вот в этих вот муках, на их глазах истязали их природу, их город, убили практически курорт, но еще и потому, что рядовые сочинцы, а таковых большинство, не попадут ни на одни соревнования. Это очень и очень дорого. Город, в общем, живет небогато, прямо скажем. Понимаете, поэтому вот этот праздник для них существовать не будет. И поэтому они будут смотреть эту Олимпиаду по телевизору. И все неуспехи российских спортсменов, они будут воспринимать, ну, с точки зрения собственной обиды. Как же так? Мы для вас семь лет тут вот строили, а вы, понимаете, сюда приехали и бьете баклуши, и проигрываете, и занимаете, ну, в лучшем случае, пятое командное место. Да что ж такое? Это же как... Это в России мы начинаем радоваться пятому командному месту на Олимпийских играх. Это куда же ушел российский спорт? Вот о чем будут говорить люди. Да не только в Сочи, а вообще в России. Я уверен бы. Давайте Ивану Сарикову дадим слово. Мы знаем, Иван Валентинович, что вы сами спортсмен. Как по-вашему, каков сейчас уровень подготовки наших зимников, что ли, команд зимних видов спорта? Вам слово. Да нет, безусловно. Многое делается, и причем привлекается самая современная технология. И я про это доподлинно знаю, причем на таком, я бы сказал, почти молекулярном уровне. Это касается новых составов смазки, которая будет идеально подогнана под структуру состав влажных, допустим, снега, если мы говорим о лыжах и биатлоне. Это же касается сегодня и основного обслейного спорта. Я думаю, что с хоккеем определенные проблемы есть, поскольку предновогодний турнир показал, что у нас со сборной не все в порядке. Есть определенная надежда, что подъедут инхэловцы и поправят ситуацию. Но пока проблему Зинуты Лединово, безусловно, гораздо больше. Конечно, я не думаю, что мы провалимся, как это произошло в Ванкувере, когда мы заняли 11 место. Я думаю, что при благоприятной ситуации мы окажемся в первой тройке. И, безусловно, это будет представлено и российским гражданам, и всему мировому сообществу, как, безусловно, победа и триумф и российского спорта, и российской власти. Но дело ведь не в этом. Вы поверьте мне, ситуация гораздо печальнее, чем кажется. Олимпийские игры пойдут с 7 февраля по 23 февраля. Но потом еще паралимпийские, которые, конечно, не привлекают такого интереса. Но те прогнозы неутешительные, печальные, которые говорят и статусные государственные министры, устами Алексея Улюкаева, и аналитики крупные экономические, которые не предвещают ничего хорошего в российской экономике. Поэтому долго ехать на возможном успехе наших олимпийцев власти точно не удастся. А во второй половине заговорит экономика, заговорит в полный голос и в полный, что называется, рост. И вот здесь окажется, что те деньги, которые были разворованы, которые были бездумно потрачены в эти объекты, ох, как нужны для того, чтобы закрыть ряд острых-острых проблем. И я хотел бы вернуться все-таки в 2008 год, когда в апреле месяце ваш покорный слуга подготовил доклад спасти олимпийский, зачеркнуто обреченный Сочи, СОС. Я тогда предложил на 42 страницах, и в интернете есть, я предложил тогда в соответствии с 48-й статьей устава МОК разнести программу олимпийских игр зимних. Из 15 дисциплин, 5, все, что связано с горнолыжным кластером, оставить в Сочи. А остальные 10 разнести по тем субъектам Российской Федерации, где есть традиции, во-первых, зимних видов спорта, во-вторых, где инфраструктура, новые построенные объекты, безусловно, будут использоваться. Это можно было сделать, и современные телекоммуникационные возможности, информационные, это вполне позволяли. Это были бы другие деньги, и это был стимул развития целого ряда регионов страны. Если хотите, тот самый пример, когда оппозиция оказывает пользу действующей власти. И мне сильно сдается, что сейчас уже Владимир Владимирович Путин частенько задумывается, а правильный ли был его подвиг в тот ночной перелет с ранчо Джорджа Буша в Гватемалу, когда он при помощи Вячеслава Фетисова прочитал досье всех 134 членов МОК, запомнил и обращался потом у входа в зал голосования очень адресно и предметно, что в итоге предопределил победу российской заявки. Вот, наверное, президент часто по ночам просыпается и часто думает, а правильно ли было сделано, что тогда предложения оппозиции не были восприняты. Это же озвучил и Борис Немцов, баллотируясь на пост мэра города Сочи. И, может быть, сейчас ситуация была бы совсем другая. И сама Олимпиада в Сочи могла бы стать стимулом для того, чтобы строить российскую экономику из этого болота апатии безысходности. Олега Юнакурова, слово. Ну, это же тогда противоречило бы, мне кажется, изначальному посылу. Почему сразу был выбран Сочи? Я так понимаю, что кому-то определенным, я даже думаю, не кругам, а просто конкретным людям захотелось развить этот регион как свой личный курорт, такой будущий, там, свой горнолыжный клуб. Иначе она не стоила этого... И затевать можно было сразу выставлять не Сочи, а Ханты-Мансис какой-нибудь условно. Мурманск, условно говоря. Ну, не важно. Ну, естественно, полно у нас есть зимних мест, где уже действительно есть инфраструктура. Приложим тот же Ханты-Мансис, где мы знаем уже хотя бы биатонные, не надо было строить трассы, стадионы и прочее. Там уже есть. И там, я не знаю, Ледовый дворец там есть условно. Ну, поэтому здесь же мы должны понимать, что изначально Сочи как место проведения Олимпиады было выбрано не случайно. Ну, и поэтому кто же теперь откажется? Ну, не надо было тогда сразу его назначать. Я хочу сказать, что провести Олимпиаду рядом со своей дачей, это очень красиво. Это во-первых. Во-вторых, я был за пару лет еще до седьмого года, до Гватемалы. И там дворец этот уже строился, так называемый дворец Путина. И уже сносилась плодородная земля около Геленджика под аэропорт, который там совершенно не нужен сам по себе. То есть, чтобы оправдать вот это вот все, развитие инфраструктуры не для коренных жителей и не для системы отдыхающих, пассово, а для каких-то, грубо говоря, князей, да, вот для этого Олимпиада очень подходит. А сейчас в результате она превратится, если верить предсказаниям, в игорную зону. Это уже более логично. Потому что, ну, там пытаются сейчас создать хоккейную команду, чтобы использовать дворец. Я думаю, что даже ее запустят, эту хоккейную команду, но потом в связи с очередным экономическим кризисом и крахом очередного банка, как это произошло с московской командой «Спартак», эта команда будет закрыта. Андрей Куралев, вопрос. Как, по-вашему, насколько вот эта перспективная идея создать в регионе зону для азартных игр? Насколько это кощунственно звучит после Олимпиады? Вам слово. Вы знаете, в этом регионе уже ничего кощунственно не звучит. Все, что звучало кощунственно 7 лет назад, все уже состоялось. Во-первых, я уже говорил об этом, и еще раз повторю, Сочи как курорт, как город-курорт, как бальнеологическая здравница, я это подчеркиваю, перестал существовать. Я не знаю, что строят в этом городе, если мы сейчас немножечко отойдем в сторону от олимпийских объектов, вот просто себе не представляю. Возможно, там хотят построить Ниццу или Дубай, но ни Ниццу и ни Дубай там, разумеется, никогда не построят в силу различных причин, и в первую очередь еще и потому, что не построили уже, а дальше достраивать будет не на что, поскольку в стране нет денег. Но нет ни Ниццы, ни Дубая, и Сочи уже нет. Понимаете? Так что вся вот эта история вокруг будущего Сочи, она весьма и весьма туманна. Что касается вот этой горной зоны, ну, насколько я знаю, госпожа Тимакова уже поспешила успокоить своего шефа, премьер-министра Дмитрия Медведева, и заявила прессе, что премьера не так поняли, и, скорее всего, никакой горной зоны там не будет. Ну, просто потому, что, ну, наверное, Лас-Вегаса из этого не получится, потому что все, что построено, это совсем нельзя использовать для зон подобного рода. Я вообще себе не очень представляю, что будет происходить дальше совсем, что построено в эмеретинской низменности, включая и спортивные объекты, часть из которых, как мы знаем, будет разобрана и куда-то увезена, часть перепрофилирована под всякие экспоцентры и так далее, там будут проводиться инвестиционные форумы. Я совсем не исключаю, что Путин отдаст команду всей своей администрации, всем своим чиновникам, депутатам нашей Государственной Думы, проводить всевозможные встречи, симпозиумы и так далее в Сочи. Это будет кластер для больших круглых голов, где будут решать какие-то вопросы, вероятно, писать какие-то бумаги, делить деньги. Но это точно не будет работать ни на сочинцев, ни на россиян. Это будет работать на каких-то таких специальных людей, которые будут в первое время решать, что же с этим всем делать и под это дело выпрашивать у правительства, у президента и у банков деньги. Когда банки поймут, что эти деньги им никогда не вернутся, а мы знаем, что ВЭП уже это понимает, вся эта история превратится в какую-то такую базу отдыха для теоретиков. Вот я бы это так определил. Так что никаких перспектив у всего вот этого построенного, на мой взгляд, нет. Построено очень много. Ну просто вот нет такого количества богатых людей в стране, которые бы с мая по октябрь занимали вот эти все отели, эту олимпийскую деревню и так далее и тому подобное. Человеку со средним достатком Сочи сегодня недоступен. И после олимпиады он будет недоступен особенно. Олег, я накрою вопрос. Как по вашему, можно ли сделать это в центре международного туризма, чтобы приезжали богачи, как говорит Андрей, из-за границы? Ну, для этого же нужен, видимо, какой-то концептуальный подход. Там ведь, понимаете как, большинство этих, не знаю как все, но про многие, про некоторые объекты знаю точно, они строились непосредственно на деньги, ну, руководители федераций. Ну, не секрет, что у нас сейчас многими федерациями руководят олигархи. Просто благодаря этому они и выживают. И, в принципе, многие вот эти объекты, они по существу являются собственностью вот этих... Олигархов. Олигархов. Да. То есть, этому, значит, такой дворец принадлежит, этому сякой дворец принадлежит. Поэтому, что будет дальше, как объединить все эти усилия? Ну, теоретически, можно было бы сделать просто, я не знаю, центр олимпийской подготовки национальной, какие есть там, допустим, ну, в США есть 2-3 таких центра. Олег, я прошу, прощения, я прошу прощения, маленькая ремарка. Это все принадлежит не олигархам, это принадлежит банкам. Это несколько разные вещи. Это принадлежит внешэкономбанку. Все. Потому что все, что построено там, это все построено в залог. Да. А, ну... Понимаете, да? Это Потанин брал в том числе там. Ну, может быть, тогда, если все принадлежит кому-то одному, тогда, может быть, это и легче. Ну, я не знаю. Может быть, меня тоже ввели в заблуждение, но один вице-президент спортивной федерации сказал мне, вот это нам с президентом, теперь вот это, где мы будем играть, где наша команда тут будет выступать, это нам с ним. Ну, в большей части ему, но и мне тоже часть принадлежит. Ну, он так сказал. Ладно, не буду, может быть, это слухи там и что. Ну, короче говоря, я, спасибо за уточнение, но я говорил, что вот неважно, кому это принадлежит, а то можно было бы сделать постоянно функционирующим центром олимпийской подготовки. Мне все дают. Олимпиада же, она не последняя, сочинская. Будут же потом следующие и следующие, и всегда... И чемпионаты мира бывают? Ну, естественно, и всегда каждый год горнолыжники, сноубордисты, хоккеисты и прочие-прочие, биатлонисты могут там готовиться, проводить там свои сборы. Ну, то есть, это бы функционировало как нормальный спортивный объект, ну, как и есть везде, ну, в любой стране такое и есть. Ну, просто я не знаю, будет ли... Что, Андрей? Олег, я прошу прощения. Да. Не так давно, буквально месяца еще не прошло, как замечательный Сергей Гемаев написал в своем живом журнале о том, как за тренировки российских хоккеистов в Сочинском дворце Большой, где будет проводиться хоккейный турнир основной, брали миллион рублей, внимание, миллион рублей за час. Да, ну, это информация, да, это речь, ну, Сергей Гемаев это хоккеист, в прошлом, ныне хоккейный эксперт, и может кто не знает. Там было, уже много раз это я опровергалась, да, была комическая ситуация, когда был проведен олимпийский сбор, летом, предолимпийский сбор, ну, олимпийской сборной по хоккею, но он состоял из каких-то встреч, бесед, без льда, без ледовых тренировок. Где-то прошла информация, в том числе, и вот Гемаев тоже говорил, что просто было очень дорого, ну, просто таких денег нет. Потом кто-то опровергался, представители федерации хоккея говорили, да нет, это, деньги тут ни при чем, ну, просто мы решили, чего там им в августе кататься перед началом сезона. Ну, в общем, да, такая ситуация неоднозначная, но однозначно нелепая, естественно. Сбор олимпийской команды, все прилетели, ну, встретились, поболтали, там, с журналистами пообщались, послушали тренера в наставлении какие-то, видимо. Да, это было. Ну, в общем, много нелепостей окружают эту олимпиаду, к сожалению. Да, Иосиф, у слова. Есть еще один проект, который, я думаю, Андрей Королев с ним уже начал сталкиваться, что в октябре этого года там же проведут гонки Формулы-1. Да. Вот, и в принципе, если бы там каждый год проводились гонки, то это довольно выгодное дело, там, в других странах собирают там 200-300 тысяч человек, которые платят деньги, посмотреть. Но это все равно другой вид спорта. Но эти трассы функционируют не три дня в году. Да, конечно. Этап, этап там Гран-при Формулы-1 проводится там три дня в году. Да, еще есть Рено, там, да все что угодно, там 365 дней в году они функционируют. Вот в чем смысл вот все эти трассы, они же, мы их видим один раз в год по телевидению, а они работают чуть ли не круглосуточно, круглогодично, уж точно. У нас этого близко нет. Ну, проведут один раз эта формула, а дальше что? Да, Ивану Старику вопрос. Как по-вашему снегу хватит сейчас, вот за месяц там вроде теплая зима наступила, Иван Валентинович? Да, Владимир Алексеевич, уважаемые коллеги, ну да, снегу хватит, снегу выпало, слава богу, в этом году. Я, поскольку, в общем, фанат горнолыжник, очень люблю сочинский, а именно краснополянский снег по своей структуре, даже французы, где хилистит, так называемый, запрещен, это когда на вертолетах поднимаются, по целику катят, в Сочи, в общем, очень любили и катался не раз. Я сейчас хотел бы очень коротко вернуться, вот Олегу сказать, и другим коллегам. Но давайте мы с холодной головой поразмышляем вот относительно того. Я как раз и говорил о том, что оставить Сочи статусной столицей, где провести открытие и закрытие на том же стадионе фишт. А вот пять дисциплин и все, что связано с горнолыжными делами, и все, что будет развиваться. Вот сегодня из той инфраструктуры, которая построена в горном кластере в Красной Поляне, я имею в виду это и горнолыжные трассы, я имею в виду это и биатлонное стрельбище в Лауре, это будет использоваться. Конечно, вопрос с прыжковым комплексом трамплинов русские горки, здесь я не уверен, что это будет загруженная инфраструктура или санобобслейная трасса, но то, что все, что связано с строительством современных подъемников, и хочу подчеркнуть, ведь Владимир Потанин сделал розу хутора, я много раз там был и катался, вполне отвечающим современным требованиям европейского горнолыжного курорта. Если хотите, люди, бизнес, который вкладывался, он заложил туда свою репутацию, поэтому я бы не думал, что такая вот мелкотравчатая позиция сделать рядом со своей дачей там, значит, горнолыжные склоны и провести там Олимпиаду. Я еще раз подчеркиваю, что можно было именно в таком формате провести. Теперь насчет игровой зоны. Я обеими руками буду поддерживать. Более того, зря Дмитрий Медведев, наш премьер, взял назад свои слова. Единственный шанс у Сочи развиваться, это в том числе сделать там, если хотите, Лас-Вегас, русский Лас-Вегас. Лет 7-8 назад я принимал участие в чемпионате ветеранском по хоккею. Он проходил как класс в Лас-Вегасе. И там очень часто проводят вот такие соревнования. Там есть Айс-Гаденка, где много катков. И на этих катках мы играли там. И мы, и там со всего мира съехались ветераны. Поэтому в этой части, если бы наша власть не занималась лицемерием, и на самом деле сказала, что с нашими игровыми зонами, объявленными пятью, ничего не получилось, это было ошибкой. Поэтому мы сейчас кардинально меняем позицию. И после Олимпийских игр начинаем пристраивать эту инфраструктуру под такой вот центр, где будут проходить, где будет игровая зона, где можно будет проводить симпозиумы, различные соревнования, профессиональные, непрофессиональные и так далее. То от этого прока бы было гораздо больше. Но вопрос в том, что людей, способных признать свои ошибки во власти, у нас нет. И это главная проблема. Здесь я с уважаемыми коллегами согласен. Андрей Королев, слово. Как по-вашему, какие проблемы в первую очередь ждут организаторов Олимпийских игр? Мы начали сегодня разговор с того, что сегодня вступил в силу указ президента Путина. в частности о введении особого охраняемого режима на территории Сочи и Олимпийских объектов. И второй указ о я не помню точно его название, но он касается так называемой временной регистрации. То есть возвращается советская норма, сейчас всякий пребывающий в Сочи человек должен зарегистрироваться в городе в течение трех дней. Если он не регистрируется, естественно, он, так сказать, выпадает из правового поля и с ним поступает соответствующим образом. Я думаю, что на первом этапе вот это будет самая главная проблема. Власти Сочинские, власти Краснодарские, в частности губернатор Ткачев, они довольно оптимистично заявляют, что вот они ждут что-то в районе около полутора миллионов гостей. Ну, включая сюда, естественно, и официальные делегации и так далее. Исключая, правда, при этом спортсменов. Вот я себе не очень представляю, как можно в небольшом городе разместить, а главное, в течение трех суток зарегистрировать такое количество людей. Часть из них не будет эта норма касаться, потому что они имеют на руках паспорта болельщиков и будут расселяться в отели, там их автоматически будут, естественно, регистрировать, но очень много людей вынуждено будет поселиться в частном секторе, и эта проблема непременно возникнет. Уже сейчас, и даже не сейчас, а, наверное, с конца ноября, в отделении, в сочинские отделения миграционной службы выстраиваются невероятные очереди, как во времена советского дефицита, или как в горбачевские времена выстраивались километровые очереди за водкой. Вот ровно то же самое сейчас происходит в Сочи с очередями, в которых стоят люди, желающие зарегистрировать себя, своих родственников и так далее. Тот же вопрос, да, да. Олегу Винокорову, как вы считаете, какая будет главная проблема? Ну, мне кажется, что, поскольку проблема с притоком нежелательных людей, появлением там нежелательных людей практически решена, это я даже знаю, по аккредитованным коллегам, я не собираюсь на Олимпиаду, но некоторые мои коллеги уже, которые получили аккредитацию, они вот им вручили такие, ну, тоже своего рода паспорта, или там что-то, в общем, такие Аусвайсы, видимо, которые человек должен предъявить, прилетая в Сочи. Ну, что-то, дескать, он аккредитован, он аккредитацию получит уже непосредственно в аккредитационном центре, но он имеет право находиться в Сочи. Ну, с этим вообще никто никогда не встречался, я думаю, ни в одной стране мира. ты можешь не быть аккредитованным журналистом в Ванкувере, но приехать в Ванкувер имеешь полное право всегда. У нас здесь иначе, я думаю, поскольку эта проблема решена, и никто уже лишний туда не попадет, ну, мне кажется, в принципе, провести Олимпиаду это не так уж сложно, но это ну, нормальное, поскольку проводят там все федерации, каждая федерация за свой вид спорта отвечает. Там, в общем, достаточно все просто, МОК выступает в роли такого модератора, такого общего, сам ничего не проводит, как-то так все контролирует, там, советы всем раздает. Я думаю, что глобальных, именно организационных проблем никаких не будет, лишь бы объекты там все не упали. Вы как считаете, Васильев? Я думаю, что не проблема будет, а большая победа, так сказать, власти, это будет объявлено о предотвращении терактов. Для того, чтобы привлечь внимание, особо стараться не надо, во-первых, само по себе привлекает внимание, во-вторых, только что прошли Волгоградские теракты, которые послужили, так сказать, такой фокусировкой. И я думаю, что те силы, которые устроили в Волгограде этот теракт, они могут быть торпедированы, так сказать, в Сочи. Это такая двухходовка, скажем так. Ну что ж, спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что темой ее была «Сочи, чрезвычайные меры за месяц до Олимпиады». И в нашем прямом эфире мы беседуем со спортивным образователем Олегом Винокуровым, публицистом Осипом Гальпериным, политиком Иваном Стариковым и журналистом Андреем Королевым, у которых у каждого свои сомнения перед стартом этой зимней олимпиады первой в истории в субтропиках. Посмотрим, какие эти сомнения сбудутся, какие будут развеяны. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Александр Орлов Сокольский.